Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всякая премудрость от Господа и с Ним пребывает вовек. Песок морей и капли дождя и дни вечности, кто исчислит? Высоту неба и широту земли, и бездну, и премудрость, кто исследует? Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века, источник премудрости Слова Бога Всевышнего и шествие Его вечные заповеди. Кому открыт корень премудрости, и кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем. Господь, Он произвел ее, и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела свои и на всякую плоть по дару своему, и особенно наделил ею любящих Его. Страх Господень – слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Господень ушлодит сердце и даст веселье, и радость, и долгоденствие. Боящемуся Господу благо будет напоследок, и в день смерти своей Он получит благословение. Страх Господень – дар от Господа. И поставляет на стезях любви любовь к Господу славная премудрость. И кому благоволит Он, разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости – бояться Бога, и с верными она образуется вместе во чреве. Среди людей она утвердила себе вежное основание, и семени их верится. Полнота премудрости – бояться Господа. Она напояет их от плодов своих. Весь дом их она наполняет всем, чего желают. И кладовые их произведениями своими. Венец премудрости – страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие. Но то и другое – дары Бога, которые распространяют славу любящих Его. Он видел ее и измерил, пролил, как дождь, введение и разумное знание, и возвысил славу обладающих ею. Корень премудрости – бояться Господа. Объекты ее – долгоденствие. Страх Господень отгоняет грехи. Не имеющий же страха не может оправдаться. Не может быть оправдан несправедливый гнев. Ибо самое движение гнева есть падение для человека. Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается весельем. До времени он вскроет слова свои и уста верных расскажет о благоразумии его. Ибо в сокровищницах премудрости притч и разума грешнику же страх Господень ненавистен. Если же желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе. Ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, благоугождение Ему вера и кротость. Не будь недоверчивым к страху пред Господом и не приступай к Нему с раздвоенным сердцем. Не лицемерь пред устами других и будь внимателен к кустам твоим. Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бесчестие на душу свою. Ибо Господь откроет тайны твои и уничтожит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренно к страху Господню. И сердце твое полно лукавства. Достаточно. Что тебе, Василий, запомнилось из этой главы? Это книга пророка Сирахова. Ветхий завет. О чем сейчас читал? Ну, главное, о страхе Господне. О страхе Господне. Без страха Господне нету человеку благоволения. Да. О страхе, а еще о чем? Говорилось здесь. Начало, потом это слово идет, страх Господень. Чего начало? Начало премудрости. Да. Начало премудрости. Страх Господне. То есть, глупые люди, это такие люди, которые Бога не боятся. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, вообще ума нет у него. Не просто глупые, безумные. Ну, еще что-нибудь запомнил. Ну, ладно. Благодари Бога. Хоть что это, хоть два слова из всей главы запомни. Ты крестить, скажи, слава Тебе, Боже, на славу. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе. Аминь.